Несколько онлайн-презентаций на минувшей неделе мы могли бы и не заметить. Однако свежий стратегический план компании Renault, переверстанный ровно через год после смены генерального директора, переформатирует и российский автопром. Ведь судьба нашего главного легкового производителя, Волжского автозавода, теперь тесно привязана к румынской даче. Французы открытым текстом указали, АвтоВАЗ сохранит производство собственных двигателей, но все будущие «Лады» будут перелицованными дачьями на единой корпоративной платформе. Нива и Веста доживают свой век, а новых автомобилей собственной разработки из Тольятти не последует. Еще более тревожные новости пришли из Ульяновска, где в очередной раз и на неопределенный срок заморожен проект нового патриота. Зато корейцы готовят нам новый Хион де Санта-Фе, Volkswagen везет обновленный Тарамонт, а марка Chrysler Россию покинула. Не Логаном единым. Так можно охарактеризовать будущую систему координат марки Renault. Французский бренд намерен уходить из нижнего сегмента рынка, чтобы его постепенно оккупировали румынская дача и наша «Лада», объединенные общим управлением. А вот у Renault планы радужные. До 2025 года марка обещает вывести аж 14 свежих моделей, из которых половина – это представители классов C и D. Притон для каждой из будущих новинок сразу же готовится гибридная и электрическая версии. В доказательство французы выкатили эффектный концепт Renault 5. Последний обыгрывает образ одноименной модели, что выпускалась около четверти века – с 1972 по 1996 годы. Технических подробностей пока нет, но совершенно очевидно, что электрическая пятерка бросит вызов 500-му «Фиату» и хатчбекам «Мини». И это явная заявка на премиальный статус, или почти премиальный. Впрочем, за настоящий премиум будет отвечать марка «Альпин», закрытие которой притрекали не только лишь все. Между тем подразделение будет жить, а с созданием следующего поколения батарейных машин ему помогут англичане из «Лотуса». И, конечно, никуда без так называемой мобильности, то есть собственных лизинга, каршеринга и подписки. Под это дело даже планируется выпустить квартет специальных автомобилей, включая компактный грузовичок. К новостям марки «Дача» нам отныне придется относиться крайне внимательно. А все потому, что российской «Ладе» и румынской «Дачи» предстоит фактическое объединение. Таковы последние вводные от боссов группы «Рено». Напомним, что наши машины технически теперь будут полностью повторять румынские. Так до 2025 года «АвтоВАЗ» полностью перейдет на модульную платформу CMF-B, а количество доступных моделей и типов кузова сократится на треть. По этой причине мы обратим самый пристальный взгляд на свежий концепт «Дача Бикстер». Это кроссовер размером крупнее «Дастера», по формату напоминающий «Тойоту РАВ-4». Не исключено, что новинка даже будет семиместной. Учитывая присутствие дастеровско-логановской архитектуры, можно сделать логичное предположение. Товарная версия «Бикстера» окажется машиной крепкой и недорогой. Другие же подробности нам предстоит узнать несколько позже. Впрочем, время есть. Премьера модели состоится только через 4 года. Пока же публике не предъявили ни изображений салона, ни технических нюансов. Между тем, «Дача Бикстер» вполне может предстать шильдиком «Лада». А точнее, под суббрендом «Нива», который сейчас начинает постепенно отделяться от материнской марки. Как официально заявлял «АвтоВАЗ», совсем новая «Нива» будет иметь две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. И есть вероятность, что будущая «Дача» как раз послужит заготовкой под длиннобазное исполнение. К слову, анонсируя третье поколение легендарной модели, группа «Рено» опубликовала занятный видеотизер, замешанный на архивных кадрах и пейзажных зарисовках. В финале ролика нам показали первый скетч «Нивы 3». И он оказался революционным. На передке машины не нашлось места эмблеме «Лады». Зато на решетке радиатора появилась крупная надпись «Нива». Кроме того, в образе новинки нет ни единого намека на фирменные «Иксы» от Стива Маттина. Это значит, что шоу-кар «Лада 4х4 Вижн», показанный на московском автосалоне 2018 года, навсегда останется концептом, не получив серийного воплощения. А жаль, машина вышла неординарной и узнаваемой. По слухам, матиновский дизайн зарубил лично глава «Рено» Лука де Мео. Ну а Стив, как настоящий творец, не стерпел такого обращения. Гордо покинув компанию. И эта версия очень похожа на правду. Ульяновский автозавод заморозил разработку следующего поколения «Патриота». Новинку хотели создать на базе действующей модели, внедрив другую раму и подвески, а также модернизировав кузов. Поэтому не удивляйтесь, что эту новость мы проиллюстрируем нынешней версии УАЗика. Между тем, заволжский автозавод даже успел создать турбированный мотор, а команда инженеров разработала систему постоянного полного привода. Однако на запуск русского «Прада» группе «Солерс» банально не хватает средств. Ведь все ресурсы брошены на освоение производства «Ауросов» в Елабуге. Впрочем, официально автозавод прокомментировал нам ситуацию иначе. В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту. И сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожника УАЗ никто не отказывается. Что же, даже если «Солерс» разморозит проект через год-другой, время будет упущено. В середине 20-х годов восходящей конструкции «Квазу-3160» 30-летней давности на рынке может и не понадобиться. Особенно, если Горьковский автозавод выпустит полноприводный «Соболь-НН». Такая выходка просто оставит ульяновцев без денег. Ведь сейчас основную кассу им делает древняя буханка. Еще один пикантный момент. В модернизацию «Патриота» уже вложилось государство. Примерно 650 миллионов рублей целевыми грантами выделили Минпромторг и Минобранауки. Закрытием проекта эти деньги придется вернуть или как-то перенести на Аурус. Само будущее УАЗа выглядит тревожным. Единственной надеждой завода была платформа нового «Патриота». Других перспективных проектов нет. Как только россияне перестанут покупать нынешние пожилые модели, ульяновский завод придется попросту закрыть. Ассоциация европейского бизнеса подсчитала, сколько же было продано новых автомобилей на российском рынке за 2020 год. К несчастью, осенне-зимняя гонка, когда клиенты сметали из автосалонов буквально все, что имеется, не смогла исправить общую ситуацию. Итогом года стало 9-процентное падение продаж. Тройка лидеров оказалась неизменной. Лучше всех расходится продукция марки «Лады», которую пытаются догнать Киа и Хёнде. Притом результаты двух корейских брендов различаются достаточно сильно, что выглядит несколько странно. Чем эта Киа смогла так приводить наших соотечественников? Минпромторг подсчитал степень локализации автомобилей российской сборки. Для этого каждой модели был присвоен рейтинг, в котором эксперты учли процент деталей и операций, выполненных внутри России. Сама методика оценки прозрачностью не радует, однако дает пищу для размышлений. Так, чисто российскими отныне могут считаться лишь машины, получившие более 3200 баллов. Но заслужить такую оценку смогли исключительно модели марки «Лада». На контрасте – внедорожники УАЗ, завоевавшие около 2000 баллов. Видимо, обилие китайских узлов и систем, которые подмечают многие владельцы патриотов, не осталось без внимания Минпромторга. Между тем, машины Рено лишь немного отстали от УАЗиков, а Ниссан и питерской сборки замкнули список глубоко локализованных автомобилей. Результаты остальных брендов, несмотря на заводы полного цикла, оказались ощутимо скромнее. В самом низу списка расположились BMW, Hyundai и Kia отверточной калининградской сборки, а также Мазды из Владивостока. Хотя японская марка, заработавшая только 20 Минпромторговских очков, даже делает двигатели. Как сообщают ведомости, для госзакупки по баллам теперь подходят только лады. Хотя, имея специальное разрешение, чиновники могут приобретать любые авто. Правда, как его получить, пока никто не рассказывает. Новый год начинается с отличных новостей. Команда КамАЗ-Мастер заняла на Дакаре 2021 весь призовой подиум. Героев по традиции тепло встретили в аэропорту Шереметьево. Команда поднимается на эскалаторе к поклонникам и журналистам. На лицах улыбки, в руках золотые бедуины. Победа в ралли-марафоне Дакар стала 18-й в истории Синей Армады. Гонку начали очень тяжело, очень трудно. Были позиции 7-е, 8-е, 10-е, 15-е, даже 17-е. В секундах была борьба. И выиграл в этот раз тот, у кого меньше ломались машины, кто ехал быстро, но аккуратнее. И я очень рад, что это были наши российские КамАЗы. Гонка снова проходила в Саудовской Аравии. Команда хорошо подготовилась к марафону, досконально изучив местность в прошлом году. Однако без сюрпризов от организаторов не обошлось. Но они нашли еще другие участки, которых мы не знали. Вот это как раз эти дюны в горах, в песчаных. И последний день даже 200-километровые были какие-то дюны вообще нехарактерные. Половина участников там в последний день потеряла, ну не половина, часть людей потеряли позиции. И таблицы поменяли даже в последний день. Так и в прошлом году, я скажу, что очень-очень много камней. Аравийский полуостров вот прямо изобиливает камнями, дюнами сложными, труднопроходимыми. И камни прямо буквально злые, которые прокалывают шины. Расход шин у всех намного больше, чем было в Африке, в Южной Америке. Победителем «Дакара» в грузовой категории впервые стал Дмитрий Сотников. Второе место занял Антон Шибалов. А третье – Айрат Мордеев. Андрей Каргинов завершил ралли седьмым. Это для меня был восьмой «Дакар» в качестве пилота. И понимаете, тут 8 лет приходилось учиться. И вроде бы казалось, что все, вот ты уже научился и быстро ехать. Но чего-то где-то не хватало. Ну вот в этом году удалось, наверное, собрать все в одно целое. Наш экипаж, нашу машину, все как-то было понятно, что нужно делать на трассе, как действовать. И старались здесь это действовать более спокойно. Напомним, что 43-й по счету «Марафон Дакар» стартовал 3 января в Джиде. И в этом же городе завершился спустя 12 дней. Из 310 стартовавших экипажей до финиша добрались 206. Марка «Хёнде» уже давно объявила, что первой новогодней премьерой для нас станет рестайлинговый «Санта-Фе». И теперь этим словам есть документальное подтверждение. Машина получила одобрение типа. Из сертификата мы узнали, что базовым станет бензиновый агрегат 2.5 из нового семейства «Смарт-стрим». К нему прилагается шестидиапазонный автомат, плюс передний или полный привод. Хотя, возможно, вариант 4.2 заявлен чисто номинально. Топовый движок 3.5 остался прежним, а вот 200-сильный дизель 2.2 – свежий. С ним придет восьмиступенчатый преселективный робот. Между прочим, из-за него пришлось отложить продажи родственного Kia Sorento. По одним данным, корейцам пришлось срочно корректировать программу управления коробкой. А по другим, на заводе банально не долили масла. Надеемся, что продажи Санта-Фе начнутся без приключений. Рестайлинговый Volkswagen Atlas, что известен нам под именем Terramont, появился за океаном еще год назад. Но старт российских продаж состоится только грядущей весной. Хотя запасы дореформенных машин иссякли аж полгода назад. Напомним, что модернизация принесла фары меньшего размера и другую решетку радиатора. В салоне новый руль, другие приборы и более современная медиа-система. Но сколько запросят за такие обновки, мы пока не знаем. Марка Porsche решила побаловать своих фанатов с занятной вещицей – заднеприводной версией электрического тайкана. Покупка такой позволит сэкономить покупателям больше миллиона рублей. В базе батарейному седану положены электромотор мощностью 408 сил и батарея емкостью 79 кВт-часов. Но за доплату можно заказать аккумулятор получше. И тогда отдача двигателя вырастет до неполных 500 сил. Российский рынок продолжает терять бойцов. Марка Chrysler остановила продажи своей единственной модели – минивена Pacifica. Это означает фактическое убытие бренда. Этот исход выглядит вполне логичным. По итогам 2020 года представительство отчиталось о продаже 36 машин, из которых дилеры пристроили 8. Напомним, что просят за Pacifica 4,5 миллиона рублей. При таких ценах рассчитывать на успех было наивно.